В Туркестане снизили тарифы на коммунальные услуги. С 1 января стоимость отопления за квадратный метр снизилась на 8 тенге. Настолько же подешевела и питьевая вода, кубометр которой теперь стоит 160. И на 2 тенге меньше житель города будут платить за электроэнергию, киловатт которой теперь равняется 13 тенге. Для частных и юридических лиц на 10% снижен тариф на уборку мусора. Раньше за эту услугу жители частного сектора платили 122 тенге за каждого члена семьи. Теперь данная сумма составляет 110 тенге. Мы пересмотрели все тарифы и в среднем снизили их от 5 до 15%. Напомню, снижены тарифы на главные коммунальные услуги – водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение – с 1 января этого года во всех регионах страны. Благодаря этой мере общая экономия средств потребителей составит около 27,5 миллиардов тенге. Такую цифру озвучили в Министерстве национальной экономики. Почти полторы тысячи тонн мяса экспортировали фермеры Кустанайской области в прошлом году. Сейчас в регионе мясное и молочное животноводство активнее всего развивают хозяйства Карабалыкского, Женгельдинского и Кустанайского районов. Помимо этого фермеры завезли из-за рубежа около 2000 голов племенного скота. Этому способствовали различные госпрограммы поддержки. К примеру, за каждую купленную голову животноводы получили 225 тысяч тенге. А по программе «Янбек» костанайские бизнесмены, которые только начали заниматься животноводством, на развитие своего дела получили свыше 3 миллиардов тенге. В нашей области на данный момент 80 тысяч племенных голов КРЭС. Из них 30 тысяч – это маточное поголовье. Разведением племенного скота в регионе занимаются 24 хозяйства. Полученный приплод они продают внутри области и за ее пределами. Биомиолерант для восстановления деградированных и засоленных земель разработал Даулет Егембердиев из Тараза. Молодые ученые заверяют, что новая разработка будет способствовать улучшению плодородия почвы и высокой урожайности сельхозкультур. Ноу-хау таразского ученого уже заинтересовались аграрии региона. Они считают, что он малозатратный и очень эффективный. Научной деятельностью Даулет Егембердиев занимается 8 лет, а над проектом по созданию удобрения работал почти год. В его состав входят навоз, фосфод, гипс и верблюжья колючка. Экологически чистый продукт можно использовать как органическое удобрение. Отмечу, что Даулет Егембердиев стал автором уже пяти проектов в сфере сельского хозяйства и нефти, газоперерабатывающей промышленности. Себестоимость биомиллиранта является 16 тенге за килограмм. Можно использовать в виде жидкости, в жидкой фазе, это для капельного орошения. А можно даже в сухом виде урожай в 5-10 раз выше. Традиционный метод, который используется, нужно внести 30-35 тонн, 40 тонн фосфогипс и навоза вместе. А биомиллирант 300-500 килограмм заменяет эти 35 тонн. Искусственный интеллект скорректировал почти 25% случаев лечения онкологии для большей эффективности. Таковы первые результаты умной системы, которую внедрили в нашей стране почти год назад. Она самостоятельно проверяет карту болезни пациента и дает рекомендации на основе последних мировых исследований с доказанной эффективностью. Всего в Казахстане насчитывается 168 тысяч людей с подтвержденным диагнозом онкологического заболевания. Чаще всего это рак пещерой рейтельной системы. Сейчас мы, например, ведем переговоры, чтобы сделать эту систему доступными для всех наших онкодиспансеров. Не отправляя пациента в Алмату либо в Астану, они удаленно могут их данные лабораторные, их осмотры загрузить систему и удаленно получить консультацию. В Караганде Минздрав запустил проект «Цифровая флюоротека». Единое хранилище всех снимков каждого пациента в хронологическом порядке позволяет отслеживать даже незначительные изменения в органах. В результате в прошлом году выявили на 12% больше людей с раком легких на ранней стадии, что позволило оказать помощь на начальных этапах. В перспективе подобное хранилище сделают по всему Казахстану. К событиям в мире 10 человек погибли, по меньшей мере 13 пострадали в результате теракта в афганской провинции Пактика. Ответственность за взрыв еще не взяла на себя ни одна из группировок. Между тем, на северо-западе страны, в провинции Багдис, талибы атаковали сразу несколько армейских и полицейских постов. Жертвами вооруженного нападения стали более 20 военнослужащих и полицейских. Отмечу, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных провинциях, а также на севере Афганистана. Мощные снегопады обрушились на Европу. Жертвами непогоды стали как минимум 9 человек, в том числе иностранные туристы. По сообщениям СМИ, почти все они погибли в горнолыжных регионах. В Германии высота снежного покрова достигает 50 сантиметров. Немецкая метеорологическая служба объявила красный уровень опасности. Сильные снегопады и ветер нарушил транспортное сообщение в Австрии. Из-за угрозы схода лавин власти закрыли дороги и железнодорожные пути. Все горнолыжные станции в австрийских Альпах временно закрыты. Ожидается, что в ближайшие дни снегопады не прекратятся и обрушатся на Швейцарию. Голосование в Палате общин британского парламента по сделке о Brexit состоится 15 января. Об этом сообщают СМИ. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что в ближайшие несколько дней правительство примет ряд новых мер в нескольких сферах. Отмечу, в конце ноября прошлого года Брюссель и Лондон согласовали сделку по условиям Brexit. Однако сейчас Тереза Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали от нее заново согласовать некоторые пункты. В курортной зоне Бурабай в нынешний зимний сезон заметно расширился список развлечений и услуг. Мадина Смогулова расскажет подробнее. Привычную картину зимней сказки с уютным заснеженным домиком в лесной глуши сменили современные кадры. Бойкие лыжники, летящие на перегонки, разноцветия ватрушек, горок, катков, тройки лошадей, издовые собаки и визиты к Санте в казахстанскую Лапландию. В холодное время года Бурабай привлекает туристов разнообразием зимнего отдыха. В нынешний сезон Бурабай готов удивлять туристов. Буквально в январе будет открыт зимний этноаул. Появится своя природная самая длинная горка, а также будут отведены специальные места для зимней спортивной рыбалки. Менеджеры по туризму отмечают, что сейчас стоит задача сделать Бурабай привлекательным и доступным для туристов круглый год. Люблю на коньках кататься, на лыжах, стараюсь почаще уезжать. И, конечно, из-за того, что холодно, получается не так часто. Одним из объектов инфраструктуры, который привлекает гостей со всей страны и зарубежья, является комплекс «Лыжный трамплин в Щучинске». Его открыли летом прошлого года. Попасть сюда может каждый. Запущен бассейн для людей, для местного населения. Спорт-зал, тренажерный зал. В целом комплекс задействован практически на 100%. Культурно-архитектурный комплекс на поляне Аблаихана – еще один обязательный пункт для посещения для тех, кто приехал насладиться красотами Бурабая. Бурабай мы очень полюбили и давно мечтали с семьей посетить эти места. Мы впечатлены красотами вашей природы. Теперь у нас новый план – вернуться сюда летом. Ежегодно туристический поток в Акмолинской области составляет 800-900 тысяч человек. В числе популярных маршрутов не только Национальный природный парк, но и Сандыктау, Зеринда, Акколь, Кургалжино. В этом году в туристическом краю ожидают более миллиона туристов за счет развития зимних видов отдыха. К приему гостей отели «Жемчужины» Казахстана готовы. В сутки они могут разместить свыше 10 тысяч человек. Вадина Смогулова, Анатолий Баляна, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар. 40 лет исполнилось Народному театру Келесского района Туркестанской области. За эти годы творческий коллектив воплотил на сцене сотни пьес. Сейчас репертуар стал более разноплановым. Здесь начали ставить и детские спектакли. Наш театр является народным, поэтому в спектаклях играют талантливые актеры, выбранные из местных жителей. У нас зрители могут увидеть постановки самых разных жанров. Это комедии, драмы и сказки. Ну и к этому часу это все, что мы успели рассказать. Следите за новостями на нашем канале в YouTube и на сайте Хабар Кейзет. До свидания. Наш эфир продолжает программа «Танха Хабар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин